Всем привет! Добро пожаловать на мой подкаст. Подошла к концу 20 недели торгов. Давайте посмотрим, что нас ждет на 21 неделе. Прежде чем мы начнем, дисклеймер. Представленная группа информации не является индивидуальной институтной рекомендацией ни при каких условиях. И информация является исключительно инструментом ознакомления и самообразования. Посмотрим на основные индикаторы. Я, честно говоря, вижу, что динамика такая, знаете, похожая на погружение под воду. И вижу, что основные показатели, они, конечно, портятся. Окей, давайте начнем с секторов. Как менялись сектора в течение недели? Это позапрошлая неделя. И я обратил внимание, что по итогам прошлой недели, вот прошлая неделя, у нас в росте, в лидерах роста остались золото-довыдчики, биотехнологии и утилиты. Вот эти три направления, они перформили на позапрошлой неделе. Вот они здесь были, да, Goldminers, Utilities и Biotech. И остались по итогам прошлой недели. Хороший показатель. У нас Goldminers есть, и мы их добавили, по-моему, как раз на позапрошлой неделе в наш тактический портфель. И, собственно говоря, инструмент дает свой результат. И мы видим, что хомбилдеры, которые были в лидерах, они начали падать, металлы в лидерах падения, ну и блокчейн. Блокчейн в целом, вся индустрия идет на сильную, сильнейшую, скажем, коррекцию. Что показывает опрос? Опрос, если мы возьмем американских трейдеров, то позапрошлой неделе 58% говорили о том, что рынок будет расти. И следующий стоп-пунктов по S&P. И российская аудитория трейдеров также симметрично отозвалась о рынке, что будет рост по следующим стоп-пунктам. Собственно говоря, на рынке было примерно такое же настроение, какое было в голосовании. Достаточно количества было покупателей на рынке, но в пятницу никто не захотел оставлять активы на выходные и позакрывали часть позиции. Соответственно, продавцов стало чуть побольше, чем покупателей. Но все же рынок в целом вел себя неплохо для трейдеров. И можно было более-менее спокойно поработать и забрать интересные позиции. Собственно, что мы и делали в течение недели в режиме свингтрейда. Слева у нас показатели основных индексов по итогам позапрошлой недели. Мы увидели, что практически все индикаторы, кроме золота, были в минусе. Итоги прошлой же недели уже показывают, что некоторые показатели выровнялись. И золото остается в плюсе. Золото единственное, что остается в плюсе из всех индексов из недели в неделю. Обратите на это особое внимание, что золото сейчас, особенно золото добытчики, является таким временным защитным активом. И итоги прошлой, вернее, свежие итоги опроса показали, что 54% американских трейдеров считают, что следующие 100 пунктов на будущей неделе будут в рост по S&P. И российская аудитория трейдеров более позитивна и считает, что 59% считает, что индекс будет расти на будущей неделе. Что касается инвесторов, уже не трейдеров, а инвесторов. Мы видим, что из недели в неделю показатель портится. Буквально прошлые 2 месяца показатель был выше 50%. Выше 50% считали, что в следующие 6 месяцев рынок будет расти и он будет обычным. И потом уже где-то недели 3 уже показатель ниже 50%. Вот он 42%, 44%, 36%, 37%. Вот мы остаемся в диапазоне, когда мы ниже 50% считают, что рынок будет растущим. Но все еще большая часть считает, что рынок будет растущим. Все еще медведей, можно сказать, в 2 раза меньше. И это хорошо, потому что инвесторы долгосрочные очень сильно влияют на рынок. И в целом, когда мы голосуем, как я уже говорил, как мы голосуем, так мы и действуем на рынке. И если мы говорим то, что мы видим, то рынок будет растущим, мы также будем принимать свои торговые действия на рынке в соответствии с своим голосованием. Поэтому пока что многие считают, что рынок будет растущим. И пока индикатор не перешел на сторону продавцов. Fear and greed, жадность и страх. Мы видим, что опять же динамика, важно всегда динамика. Мы видим, что динамика справа, она меняется. Она была на уровне жадности. Я говорил, что нам жадности недостаточно. Но жадность сейчас совсем перешла на уровень страха. И людям не нравится, что происходит. Происходит что? Происходит столкновение двух мнений. Чтобы вы понимали. На Wall Street все игроки считают, что текущая ситуация с инфляцией, она будет долгоиграющей. Она будет страшной и долгоиграющей. Так считает Майкл Бьюри, так считает Уоррен Баффет, что это все будет долго и болезненно. Но Федрезерв США считает, что это локальная ситуация и быстро выровняется. И вот это вот столкновение мнений приводит к тому, что мы видим на рынке. А что делает рынок? Рынок по сути просто отражает ордера на покупки и ордера на продажу. Все. И самое здесь паршивое, почему этот страх возникает. Потому что СМИ сгущают краски очень сильно. Американские СМИ по американскому рынку. Вот это самое катастрофичное. И если бы люди просто придерживались своих стратегий и ничего не делали или двигались по своим стратегиям. То есть не реагировали на СМИ. То вот этих показателей не было бы. Вот всего этого ужаса и страха не было бы. Но человек, существо эмоциональное, читает новости и, соответственно, начинают ломать свои стратегии. Начинают портить то, что уже работает и работает прекрасно. Что дальше? Инсайдеры. Инсайдеры более-менее спокойные. Это позапрошлая неделя. Они находятся вот в этом сером коридоре. Это нас устраивает. И инсайдеры решают свои дела, пока остальные мутят в воду. И это хорошо. Хорошо, что здесь хотя бы нет паники. И мы видим, что по итогам прошлой недели тоже инсайдеры находятся, показатели находятся в коридоре стабильности. И никакой катастрофы нет. Хотя бы в этом показателе мы видим, что люди размышляют рассудительно. Это хорошо. И также мы видим, что показатель сети паника и эйфории, он примерно на одном и том же уровне, наверное, уже месяца 2, 1.12, 1.04. Вот это позапрошлая неделя, это прошлая неделя. Конечно же, мы ждем, чтобы индикатор вернулся вот в этот коридор. Он потихоньку сюда двигается. Мы видим, что он меняется. Но пока что он возвращаться вот сюда не хочет. ВИКС. Вот основной показатель. Я уже неоднократно говорил о нем. И когда вы видите всплески на рынке, что какие-то индикаторы позеленели, сразу смотрите ВИКС. Потому что пока что мы здесь не увидим 16, 18, 19. Пока мы не увидим, что в ближайшие 2-3 недели, вернее, последние 2-3 недели индикатор не будет ниже 20. Говорить о стабильности на рынке не приходится. Это самое чистое и прозрачное показательное состояние рынка. И что мы видим здесь, что вот я отметил, что с 11 мая, мы видим, что с 11 мая, 11 мая пробил выше 20, 20. Это психологический уровень для ВИКСа, цена в 20 долларов. 11 мая ВИКС пробил уровень 20 долларов. И хоть он периодически снижался, вот мы видим здесь, но он все равно возвращается. Он возвращается выше 20. И пока он выше 20, даже не задумывайтесь о том, что вот все позади, все там, все обо всем забыли. Волатильность ушла. Вопросы все решились и можно двигаться дальше. Нет, нет. Еще раз нет. Если вы видите, что, повторюсь, что-то там позеленело, какой-то индекс позеленел, идите и сходите на ВИКС, посмотрите, как он себя видит. Он вам ответит на все вопросы. 2-3 недели, он должен быть ниже 20. Если он этого не показывает, то делать выводы о том, что там что-то успокоился, развернулось, не приходится. Теперь, что самое грустное и самые сильные изменения, которые произошли на рынке и самые печальные, я бы сказал. Индикатор MacLillan Summation Index. Что мы видим? И здесь есть три показателя. RSI, NICI и MACD. Описание, как читать данный индикатор, у нас есть в клубе Slack, и оно довольно подробное, поэтому можете с ним ознакомиться. Я же для общей аудитории скажу простым языком. Наша задача, чтобы вот этот индикатор, все индикаторы смотрятся вкупе. Наша задача, чтобы вот в частности RSI всегда был выше 30. Чем выше, тем лучше. Второе, чтобы NICI, вот этот показатель NICI, вот он черный, чтобы он был всегда черным и он вылазил из-под средних. Вот это средние, чтобы он, вот смотрите, чтобы он здесь был черным, вылазил и вот рос вверх. Мы видели, что на позапрошлой неделе мы приблизились к уровню 30, то есть вот 33.15 по RSI, и мы видели, что NICI покраснел и пробил средние вниз. И я сказал, что это нехорошо. Теперь смотрим на прошлые итоги прошлой недели, и мы видим, что ситуация совсем плохая. Мы видим, что RSI снизился ниже 30, да, он уже 25.9, и NICI вовсе покраснел и пошел вниз. И, конечно же, он пробил средние и пока что даже не думает разворачиваться обратно к среднему. Вот этот показатель, он тоже ясно говорит о том, что на бирже ситуация нездоровая, и говорить о спокойствии на рынке не приходится. Обращайте внимание на это. Если нет времени каждый день смотреть, смотрите обзоры мои по итогам недели, или просто заходите на график, смотрите по итогам недели. Это даст вам общую картину и правильную картину, как двигаться и что делать на рынке. И еще один серьезный показатель, который говорит о том, что ситуация меняется в худшую сторону, это equity put call ratio, PCA. И я всегда говорил из обзора обзор, что нам нужно держаться подальше от единички. Нам нужно держаться дальше от единички. И мы видим, что вторую неделю подряд мы выше единицы. Первый раз мы пробили, по-моему, прошлую среду, мы были выше единицы. Но самое важное, я посмотрел в ретроспективу, что это самое высокое соотношение, вот текущее 1.78, 1.70. Это самое текущее, самое высокое соотношение под call ratio с 9 марта. И он также неуклонно растет середина апреля. То есть ситуация меняется в худшую сторону. Да, я всегда говорю, смотрите на общую картину, смотрите, что происходит в динамике. Это важно. Не цифры просто в воздухе, а то, что меняется в динамике. В динамике мы видим, что ситуация меняется в худшую сторону. Ну вот, поэтому будьте аккуратны, пожалуйста. Мне очень важно, чтобы моя аудитория была подготовленная и понимала, что происходит. Это важно. Это важно понимать. Чтобы вы не занимались самобичеванием, что в вашей портфолио себя ведут плохо, в вашей бумаге ведут себя плохо, что это вы выбрали плохие бумаги. Пожалуйста, не занимайтесь этим. Дело вовсе не в этом. Абсолютно. Абсолютно не в этом. Это рынок. И рынок сильно меняется. Поэтому, если вы трейдер, да, если вы работаете внутри недели или внутри дня, и свинг трейдер или дей трейдера, то на Уолл-стрит сейчас трейдеры работают с маленькими суммами. То есть, они берут 10% от депозита и идут на рынок на неделю. 90% остаются в кэше. Вот как работают те ребята и те фонды, с которыми я сотрудничаю. 90% в кэше. 80% в кэше. Но, там, речь не идет о том, что половину депозит взять, пойти поработать на свинг трейде или дей трейдере. Если вы инвестор, долгосрочный инвестор, обратите внимание на то, чтобы фундаментальный показатель компании не ломались. Это самое важное. Приведу пример. У нас в клубе есть инвестиционные стратегии от самых разных фондов, успешных фондов. И еженедельные, и ежедневные, и ежемесячные стратегии, и ежеквартальные стратегии, годовые, и десятилетние стратегии, любые. И если мы обратим внимание на изменения прошлой недели, мы увидим, что инвестор, который занимается инвестициями на 10 лет и далее, он полностью вышел из позиции, у него была огромная позиция в AT&T. Компания AT&T, он закрыл, по-моему, где-то на 15 тысяч долларов, полностью ликвидировал свою позицию. Почему? Вроде там у них хорошие новости, они там будут поглощением заниматься крупных компаний, тоже Discovery там и так далее. Вроде бы хорошие новости. Но данная бумага у него была в дивидендном портфеле. И бумага считалась дивидендным аристократом. И они объявляют, AT&T объявляют, что они сокращают свои дивиденды. Все. Вот это называется изменение курса. То есть мы видим, что та бумага, которая была в нашем портфеле и работала как дивидендная бумага, она больше этого не делает. И фундаментальные показатели бумаги, они сломались. И, соответственно, данную бумагу можно ликвидировать. Или нужно ликвидировать. Она нам не нужна. Она просто не отвечает нашим потребностям. Вот на такие вещи нужно обращать внимание. Вот тогда нужно инвестору действовать. А вот спекулятивно заниматься спекулятивным зудом, когда хорошие бумаги просто реагируют на рынок и брать их и закрывать или что-то еще. Это инвесторам чуждо. Этим заниматься не нужно. Он не должен реагировать на подобные вещи. Поэтому просто смотрите на рынок. Смотрите на показатели. И я повторюсь, дело не в вас и не в вашем выборе. Дело в рынке. Рынок всегда скажет вам правду. Потому что рынок всегда абсолютно всегда прав. Крипто. Это позапрошлой неделе мы увидели сильные проливы. И мы видим прошлую неделю, что биткоин начал отрабатывать. Но остальные основные валюты, монеты, они находятся в глубокой коррекции. Плюс ко всему начали вскрываться мошеннические схемы, где компании откровенно грабили своих инвесторов и скрывались. И все это происходило в рамках законодательного поля. Я об этом писал тоже в нашем клубе. И это ужасно, что люди из-за своей жадности, незнания в такие ситуации попадают и инвестируют в компании, которая даже свою команду не представила, даже свою стратегию не представила. Которая существует всего несколько месяцев и забирает десятки миллионов долларов и уходит. Говоря о том, что вот это наказание за вашу глупость. Поэтому рынок криптовалют тоже переживает очень сильное изменение. И это именно изменение, это не какое-то временное, временное ситуация, это изменение рынка. И об этом говорит весь Wall Street, что очень сильно все меняется. И это, конечно, меняет правила игры. И за них возьмутся соответствующие регуляторы. Регуляторы после вот таких вот действий некоторых игроков. Какой у нас геймплан? Геймплан на самом деле продолжает быть интересным. Почему? Потому что у нас продолжаются квартальные отчеты. У нас будет много квартальных отчетов. Здесь у нас таблица, где разделяются дни недели. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. И также есть разделение Before Open, то есть до открытия рынка, какие отчеты будут. И After Close, то есть какие отчеты будут после закрытия рынка. И обратите внимание, некоторые компании, выделенные красным, это компании, по которым ожидают самые большие, самые большие ожидания у рынка. Самые большие, самые серьезные. Поэтому для трейдеров это сигнал поспекулировать. Посмотрим на реакцию Nvidia, посмотрим на реакцию на сплит. Там, по-моему, 4 к 1 сплит будет акции. Посмотрим на отчеты. Собственно, вот то, что перед вами, с этим можно работать абсолютно спокойно на трейдах. И можно попробовать забрать движение рынка на свинтрейде. Конечно, дополнительно я буду работать и другими бумагами, но обращаю ваше внимание, что с этими бумагами тоже можно проработать. Главный вывод, Кейт Эй Куэй, всему тематику, которая нужна на фондовом рынке, преподают в четвертом классе. Питер Линч. Это правда, потому что рынок действительно можно увидеть и прочитать его на тех индикаторах, которые я вам показал. И они общедоступны, они открытые. И ничего сложного действительно в этом нет. Потому что рынок, я повторюсь, он просто отражает соотношение покупателей и продавцов. Просто отражает их поведение. Он больше ничего вообще не делает. И никакой высшей математики не нужно, чтобы понять, что происходит на рынке. Ничего. Поэтому мы переходим в ту фазу, когда меньше равно больше. Чем меньше вы работаете с вашим ДПО, чем меньше вы что-то там меняете, реагируя на рынок, тем целее остаетесь. Чем проще вы относитесь ко всему, что происходит на рынке, тем целее вы остаетесь, остается в ваш ДПО. Вот такая простая, действительно очень простая математика. Поэтому держитесь верно у курса. Будьте спокойны, будьте холоднокровны. Всем удачи, до понедельника. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok